всем привет освободился парничок вот после розы сажи цирроз были отсюда выкопаны засели вот капуста томаты и там дальше вот перцы на рассаду интересно было проэкспериментировать так как на рассаде много уже было и в ю тубе я смотрел что неплохой в общем заработок и решил сравнить как бы заработок на рассаде и заработок на том же черенкование фруктовых деревьев роз саженцы в общем то чем я занимаюсь что могу сказать уже по как бы по первому своему опыту уже мы торгуем там где-то недельки полторы наверное или две ну как бы рассада у кого нету изначальных каких-то больших финансов то как для заработка очень даже неплохой вариант при наличии теплицы там только закупить семена которые стоят не очень дорого либо можно размножить там купить рассаду и размножить свое но конечно минус рассады вот вырастили вот такую вот рассаду пикированной особенно это очень как бы большие физические трудозатраты но все конечно компенсируется финансовыми минимальными трудозатратами вот такая вот рассада это пикированная рассада сорт волгоградский хорошая на мой взгляд без опыта получилось не знаю если что-то не так пишите в комментариях интересно будет услышать ваше мнение вот и еще один минус как вот показал мой опыт мы торгуем уже наверно недельки две это очень конкурентный рынок рынок то конкурентным принципе на все но вот на рассаду мы ранее вот еще можно самое ранее но когда уже появляется у каждой бабушки то стоит она конечно уже не очень дорого но если сравнивать в процентном соотношении стоимость семян стоимость рассады даже вот сейчас цена у нас 10 гривен пикированная и 8 не пикированная все равно если нету никакого заработка и или работы можно не как бы неплохо заработать вот сорт ляна тоже пикированный ранний сорт но немножко я думаю что как бы она переросла с моего опыта вот думаю что пикировать ее вообще бессмысленно с не пикированной трудозатраты в разы меньше стоит она там на пару гривен всего лишь дешевле но количество корешков с той же площади что и пикированной в два в три раза больше получается что на не пикированной заработок все равно больше чем на пикированной рассады поэтому если для заработка я считаю что пикировать ее бессмысленно качество конечно возможно будет немножко хуже но заработайте вы как бы все равно я думаю что больше если например сравнивать с тем же черенкованием либо размножением там декоративных фруктовых деревьев или саженцев рост то скажем с того же квадратного метра площади можно заработать конечно больше но вот такая вот рассада это вообще не пикированная сорт по моему называется марафон вот такой толстенький плотненький густо посажен и корневая кстати вот неплохая у него так вот если зарабатывать скажем так вот череночника вот у меня череночник 3 и 6 на 9 метров да это вот теплица получается семь с половиной на двадцать три и плюс еще на улице под дугами но я не буду снимать чтобы не занимать ваше время еще два парничка в общем я думаю что с тридцати шести квадратных метров череночника и вот здесь получается семь с половиной на двадцать три почти сто пятьдесят квадратных чисто шестьдесят квадратных метров вот этой теплицы с рассадой овощей если сравнивать по заработку я думаю что даже в несколько раз наверно череночника будет заработок больше но это в случае конечно если будет хорошее укоренение в общем это все потом сколько я смогу продать что-то высадить в общем все это запишется посчитается и посчитается как бы плюс-минус как бы рыночная цена оптовая там череночника и уже будет как бы более-менее понятно что выгоднее что нет единственное конечно минусы черенкование размножения фруктовых там деревьев и кустарников это сроки там до двух до трех на хвои вообще до 5 бывает лет конечно разница в цене не гривна корешок конечно будет стоить но вот здесь вот быстрый заработок без финансовых как бы особо больших вложений и так плюсы на рассаде это минимальные финансовые вложения и быстрый заработок за полтора два месяца минусы конечно конкурентный очень рынок и очень быстрое перерастание как бы этой рассады в общем сроки реализации очень сжатые и дешевизна обязательно в конце сезона подавим итоги сравним заработок на черенкова не на рассаде поделитесь подпишитесь спасибо